В Пушкино в сквере солнца состоялся поэтический фестиваль «Во весь голос», приуроченный к 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Именно в Пушкино на протяжении нескольких летних периодов Маяковский снимал дачу, занимался творчеством и написал свое знаменитое стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Люди пришли, и всем интересно. Любители поэзии Маяковского еще существуют, они любят. На его стихи слагают и поют песни. На фестивале для гостей выступили участники литературного клуба «Серебряный берег» и музыкальная группа «Юлва». Также гости мероприятия познакомились с уникальной коллекцией пушкинского фалериста Сергея Захарова. На данной выставке я принес немножко открыток и значков. Они связаны одинаково рисунок значка и открытки. И три альбома. В двух альбомах четыре набора открыток по стихам Владимира Маяковского. И один большой альбом – это программки театра Маяковского. Кроме того, на фестивале был свободный микрофон, где звучали стихи поэта-юбиляра и стихи современных поэтов, выступления краеведов. Также гости мероприятия смогли познакомиться с уникальной выставкой работ обучающихся Пушкинской детской художественной школы. Вот то, что сегодня звучали стихи Маяковского, они очень близки нашей молодежи. Например, сейчас молодежь переживает время влюбленности такой первой. У Маяковского очень много стихов о любви, причем он о любви сказал так, как вообще никто не сказал из поэта, вряд ли скажет об этом так. Взрослые дети приняли участие в квесте и узнали интересные факты о творчестве Владимира Маяковского, а также играли в любимые игры поэта и посетили фотозону. Мы вот, работники библиотеки, познакомили еще детей с играми, в которые любил играть Маяковский. Это такие игры, как кегли, разбивать поставленные кегли, игра в городки. Дело в том, что в то время, когда жил Маяковский, это были очень популярные игры для игры вот на улице, для отдыха. Ими увлекался и Лев Толстой, мы знаем. И вот сегодня дети попробовали. Я узнал новое, что Маяковский почти полгорода России объехал, чтобы узнать, какие книги здесь есть. Владимир Маяковский и его творчество – неотъемлемая часть культуры нашего округа. Ведь именно здесь находится дача Музея Владимира Маяковского. Алина Рогожина, Владимир Овсянников, Яков Глайзер. Новости Большого округа.